За зиму случаев травматизма, например, в Нижнем Новгороде набирается десятки тысяч. Последние годы, как отмечают эксперты, травмы становятся более тяжелыми. Чаще имеют место случаи инвалидности и летальный исход. Каждый пятый больничный зимой выписывается из-за падения на скользких улицах. 20% из этих случаев приводит к инвалидности. По общероссийской статистике, в городе с населением от 500 тысяч до полутора миллионов человек в среднем за зиму получают травмы из-за гололеда около 7-8 тысяч человек. По статистике Нижегородской области с 1 по 16 декабря количество случаев падения на скользкой дороге составляет 419. Из них 60 детей. При этом хочу отметить, что 35 человек были госпитализированы, из них четверо детей. Именно в качестве профилактики нужно обязательно быть осмотрительным и осторожным. Травмы не только ломают здоровье, это еще и экономические издержки. Только на выплаты больничных, стационарное лечение и выезд скорой помощи к пострадавшим от падения на скользкой дороге среднероссийский регион ежедневно тратит в среднем около 82 миллионов рублей за одну зиму. Травматизм ухудшает и социально-демографическую ситуацию. Жертвами гололеда чаще всего становятся люди трудоспособного возраста. Бабушки нетерпеливый народ, но они боящийся народ. Поэтому все-таки в большинстве своем, вот мы видим, бабушки особенно стараются никуда не выходить, только по необходимости. Но если они выходят, мы всегда предупреждаем, что, во-первых, в тот день, когда тяжелые погодные условия, когда объявляют по телевизору, что очень серьезные снегопады, что гололед, стараться не выходить в этот день из дома, если выходить, то в сопровождении кого-то из родственников. А еще гололед – это целый букет детских травм, ушибы головы, переломы, вывихи, растяжения. Первые действия родителей – вызов врача или неотложки. Нельзя откладывать медицинскую помощь, ведь вы не знаете точно, какое повреждение получил ваш ребенок. К примеру, падение при катании с горки может повлечь травму не только головы, но и позвоночника. А боль может наступить не сразу. Мы видим рост травматизма детского населения, особенно в период каникул, будущих предстоящих новогодних. Тема очень актуальная. Хотелось бы обратить внимание родителей на важность правильного наблюдения за детьми во время прогулок, во время катания на средствах, так скажем, перемещения, особенно на ватрушках. Даже если подозрения окажутся необоснованными, посещение больницы и моментальный рентген, рассеют ваши подозрения. Не стоит заниматься самолечением и ждать, что может, до завтра все пройдет. Владимир Смирнов, Алексей Завылов. Время новостей.